Острый кадровый голод наблюдается и в поликлиниках областного центра. Для учреждений первичной медико-санитарной помощи по меньшей мере требуется около сотни специалистов. Такие данные озвучили в региональном Минздраве. Нагрузка на работающий персонал постоянно увеличивается. Это связано и с третьей волной пандемии, и с углубленной диспансеризацией населения. Но уже осенью ситуация в 14-й и других поликлиниках Пензы должна улучшиться. В сентябре этого года мы ожидаем на трудоустройство порядка 30 врачей-терапевтов в это учреждение и 20 врачей-специалистов, которые закончили ординатуру. 50 человек новых кадров, новых молодых специалистов, которые придут в работу в городскую поликлинику, позволят нам именно для этого учреждения проблему частично перекрыть. Возраст большинства сотрудников, которые работают в учреждениях первичных медико-санитарной помощи региона, 50 лет и старше. С учетом дефицита кадров нагрузка на них постоянно растет. Приход молодежи позволит снять напряженность, вызванную нехваткой специалистов.